Расследование 28 сентября. Балтийское море. 1 час 23 минуты ночи. Пассажирское судно «Силья Европа» принимает сигнал бедствия. Паром накренился так, что все попадало по диагонали. Люди сбились в одном конце бара, другой оказался пустым. Паром выровнялся, потом снова сильно завалился на правый бок. Мы бросились к выходу. Все падало и катилось. Некоторые пассажиры застревали в дверях. Паром выросли. В Финском заливе затонул паром Эстонии. Он шел из Сталина в Стокгольм. Паромное сообщение между этими городами существует много лет. И этот маршрут всегда считался одним из самых безопасных. Гигантское судно стало могилой для 852 человек, из которых 757 так и не были найдены. Это были граждане Швеции, Швейцарии, Эстонии, России, Англии, Германии и других европейских стран. Спаслось всего 137 человек. Я смог забраться на плод вместе с еще одним шведом. Он был верующий и молился по-шведски. Вокруг были люди, в том числе одна из Тон, руководитель балетной группы, молодая женщина. Я пытался спасти ее, поддержать. Привязал ее за платье к своим рукам. Но это не помогло. Я не могу. Казалось, что вода захлестнет его через каких-нибудь 5-6 минут. Первыми к месту страшной катастрофы подошли финское судно Силье Европа и шведский паром Мариэлла. Но ни члены их экипажей, ни прибывшие через час спасатели не обнаружили терпящие бедствия Эстонии. Вокруг бушевало море. Это было ужасно. Я думал о тех, кто был на борту парома, об их близких, обо всех семьях, которых это затронуло. Тогда я еще не знал, что моя мать тоже была на пароме. Весть о гибели Эстонии повергла мир в состояние шока. Ведь паромы такого типа всегда считались очень надежным видом морского транспорта. Тем более странным в этой ситуации прозвучало заявление премьер-министра Швеции Карла Бильта. Он заявил, что причина гибели парома носит чисто технический характер. Поразительно, что это заявление было сделано фактически сразу, через 7-8 часов после катастрофы, когда ничего в принципе не могло быть ясно. Но это скороспелое заявление, по-видимому, повлияло на результаты расследования Международной комиссии. После трех лет работы в декабре 1997 года члены комиссии сформулировали основные причины, которые привели к трагедии. Это, во-первых, недоработки в конструкции судна, во-вторых, его несоответствие классу «Открытое море», и, в-третьих, ошибки в действиях экипажа в условиях штормовой погоды. Туда мы добавляем еще четвертого виновника, это погода, и мы получим полный пукет. То есть вот эти четыре обстоятельства, они все эти, они минусы. Они маленькие, они в одиночку, ничего не могло случиться. Но так как они все были одновременно в одной точке, и собрались здесь, образовался один большой минус. И вот этот один большой минус и привело к катастрофу. Что касается конструктивных недочетов и мореходных возможностей судна, определенные проблемы здесь действительно были. Паром строили по заказу Финляндии для эксплуатации на линии Турку-Стокгольм. Этот маршрут по большей части проходит по шхерам Северной Балтики и является по существу каботажным, то есть прибрежным. Каботажные суда не предназначены для плавания в сильные шторма. Они менее защищены. Он даже, в принципе, и не мог плавать между Таллином и Хельсинки. Однако при продаже парома компания Estline из его документации исчезли все ограничения по району плавания. Финские чиновники выдали судну сертификат соответствия классу «Открытое море», что, конечно, повысило стоимость парома, но никак не повлияло на улучшение его технических качеств. В шведской прессе появились утверждения, будто экипаж и капитан погибшего пассажирского парома Эстония не были достаточно компетентными профессионалами. Но бывалые моряки это опровергают. Работники с низкой квалификацией вообще не могли попасть на суда такого класса. Прежде всего это касается капитана. Руководство компании Estline заявило, что капитан Арво Андрессон руководил судном до последнего мгновения. Когда Эстония уже гибла, он отослал всех с мостика и остался один. Но если это так, почему в записи эфирного призыва о помощи не опознан голос капитана. Я думаю, что он просто скатился вниз и ударившись с пульт управления на правом крыле, видимо, потерял сознание. Почти мгновенно корабль был обесточен. В этих условиях главной задачей стала передача в эфир сигнала СОС и координат судна. Курпакас, старший помощник, не поднялся на мостик, не было ни в общей тревоге, ни мейдей. Ценой собственной жизни сигнал передал старший помощник капитана. Спуская штурмовскую рубку, он себя обрекал уже к смерти, но этим он наверняка спас некоторое количество людей. Главной причиной катастрофы комиссия сочла внезапное открытие на полном ходу носовых ворот парома, так называемого визира, и поступление забортной воды на автомобильную палубу. Но почему открылись эти ворота, так и осталось невыясненным. Однако выводы комиссии были восприняты в обществе, мягко говоря, неоднозначно. Недоумение и возмущение вызвало прежде всего то, что комиссия три года практически не проявляла интереса к показаниям пострадавших. Нет свидетельских показаний, не выслушаны те, кто может рассказать о том, что случилось. Все проведенное расследование – это еще одна катастрофа. Многие, не только пострадавшие и родственники жертв, восприняли выводы комиссии как несостоятельные. Как член парламента я имел ту же информацию, что и все шведские граждане. И я представлял себе происшедшее с Эстонией так, как это описывалось в докладе Международной комиссии. И вначале я думал, что те, кто критикует расследование, это обычные догматики, частные сыщики, убитые горем родственниками. И только когда я познакомился с документами, я увидел, что выводы комиссии опровергают лучшие шведские специалисты, профессора, зарубежные эксперты. Тогда я понял, что с расследованием что-то не так. Это невозможно, чтобы паром затонул так быстро, менее чем за час вода должна была поступать под автомобильную палу. Вот доводы несогласных. Если бы вода залила такую высокорасположенную часть судна, как автомобильная палуба, то судно очень быстро бы перевернулось, но при этом еще долго оставалось бы на поверхности. Например, вспоротый айсбергом вдоль борта «Титаник» продержался на плаву более трех часов, а не минуты, как Эстония. Если бы дело было только в отрыве носовых ворот «Визира», то паром оставался бы на поверхности как минимум несколько часов, если не суток. Автомобильная палуба парома водонепроницаема. Вода может попасть на нижние уровни только через люки, находящиеся в ее центре. Но в случае крена это, в принципе, невозможно, считает судоконструктор Юхан Ридерстольк. Когда корабль накренился, вода должна была сместиться сюда. А для того, чтобы воде попасть на нижние палубы, она должна была поступать в эту дверь и далее вниз. И чем больше корабль получал крен, тем больше вода смещалась вот сюда. И она не могла поступить в нижние помещения. Таким образом, вода должна была прорваться снизу. По расчетам Юхана Ридерстолька, чтобы судно затонуло за 40 минут, оно должно было получить пробоину не менее 4 квадратных метров. По официальной версии, визир оторвался на полном ходу и был найден на расстоянии полутора километров от места гибели парома через три недели после катастрофы, после чего он был поднят. Это неправдоподобно. И просто невозможно. Он оторвался не раньше того момента, когда паром накренился вправо. Показания главных свидетелей, трех моряков из машинного отделения, также опровергают выводы комиссии. Они утверждают, что после крена парома видели на мониторе автомобильную палубу. Там все было нормально и ничего не было повреждено. Значит, и носовые ворота оставались на месте. Это подтверждает, что сильный крен, из-за которого попадали люди и все покатилось, произошел до того, как оторвался визир. То есть крен произошел не от того, что вода стала заливать автомобильную палубу. Визир искали при помощи эхолотов, пеленгуя дно моря. Визир весит 55 тонн. Он стальной и огромный, как дом. Как же можно было так долго искать такую громадину, лежащую всего в полутора километрах от парома, когда достаточно светлого пятна на мониторе? Здесь не нужно большого искусства. Почему же шведские и финские военные, располагающие самой современной поисковой техникой, искали визир целых три недели? Я думаю, причина в том, что они искали что-то другое. По мнению инженера Юхана Ридерстольпе, визир вообще не оторвался от корпуса и паром утонул вместе с ним. Визир поднимается с помощью большого гидравлического механизма, который крепится к визиру специальными ушами. Визир действительно может упасть вперед, но в этом случае уши должны упереться в балку, на которой он висит. На кадрах подводных съемок парома эта балка полностью отсутствует. Все выглядит так, будто уши ее срезали. Но веса визира недостаточно, чтобы разрушить такой толстый металл. Интересная вещь. То место, где уши должны соприкасаться с балкой, до сих пор имеет окраску со всех четырех сторон. Отсутствие балки означает, что носовые ворота находились на месте в момент, когда судно тонуло и были демонтированы позже. Наверное, для того, чтобы достать с парома некий груз. Я не могу утверждать, но сохранившаяся краска там, где должно было быть трение металла о металл, наводит на мысль, что крепление визира отпиливали уже на дне. Но если это так, то от выводов комиссии вообще не остается камня на камне. Видимо, ключ к разгадке тайной гибели Эстонии находится не на автомобильной палубе порога, а ниже. Но вот что удивляет. Нанятые комиссии аквалангисты британской фирмы Rockwater, которые обследовали затонувшее судно, в нижний трюм не проникали. А ведь их работа обошлась шведским налогоплательщикам в миллионы крон. Все официальные материалы, снятые по заказу комиссии, собраны на сайте Министерства обороны Швеции. Любой желающий может свободно на него зайти. Но содержание сайта при внимательном ознакомлении вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Адвокат Хеннинг Витте много часов потратил на изучение официальных видеоматериалов. Когда в декабре 1994-го на паром была официально отправлена группа водолазов, власти заявили, что вход внутрь парома, в частности, на автомобильную палубу, смертельно опасен. Но на самом деле водолазы там были. Вот водолазы говорят, мы должны войти на автомобильную палубу и заснять ее. Вот водолаз с камерой идет к откидным сходням, Капарелли. Посмотрим другой кадр. Погружаемся ниже, говорит водолаз. Но никаких проходов на грузовую палубу в этом месте нет. Они расположены только спереди и сзади парома. Это означает, что существует какое-то другое отверстие. У каждого водолаза на голове закреплена камера, и в сущности, она должна была снять все, что он видел. В отчете Международной комиссии есть запись, как водолазы спускаются на дно. Но как только они приближаются к пробоине, это место вырезалось. Есть пробоина, но мы не знаем, откуда взялась пробоина и кто и когда ее сделал. Появились сенсационные версии. Наиболее вероятными причинами получения Эстонии пробоины могут быть либо столкновения, либо взрыв. Адвокат Витте склонен считать именно взрыв главной причиной гибели Эстонии. Сейчас я вам покажу два невзорвавшихся устройства. Это каюты пассажиров на пятой палубе. Камера показывает пакет. Это самодельное взрывное устройство с магнитной присоской. Оно повреждено, но не сдетонировано. Вопрос об этой бомбе никогда не поднимается. И никто его не рассматривал. Оранжевый пакет это бомба, лежащая на левом борту у входа на автомобильную палубу у носовых ворот. Эксперты из Германии и Швеции определили, что это композит гексогена. Пройдет совсем немного лет и все мы очень хорошо будем знать, что это за химическое вещество. Как видим, Эстония была заминирована во многих местах. Не все взрыв пакеты сработали. Но ни один из взрыв пакетов не был упомянут в заключительном докладе Международной комиссии. Версию взрыва поддерживает Ютта Рабе. Известная немецкая журналистка ведет свое независимое расследование с первых дней катастрофы. Экспедицию к месту гибели парома по инициативе Рабе организовал в 2000 году американский миллионер Грег Бэмис. Он 73-летний профессиональный водолаз, член американского общества морских инженеров-судостроителей. Одной из задач этого общества является выяснение причин морских катастроф. Грег Бэмис выкупил для аналогичных исследований лежащий на дне со времен Первой мировой войны пассажирский лайнер «Лузитания». Найти неопровержимые доказательства того, что Эстония была взорвана, Бэмису и Рабе не удалось. Их эквалангисты, чье снаряжение позволяло пробыть на дне лишь 20 минут за одно погружение, провели на Эстонии в общей сложности 8 часов. Но они смогли сделать больше открытий, чем водолазы из официальной экспедиции, которые исследовали Эстонию целых 40 часов. Главной сенсацией экспедиции Рабе и Бэмиса найдены тела пассажиров, разбросанные возле парома. Множество людских тел и их фрагментов. Они лежали среди сумок и чемоданов, кусков мебели и телефонов. По словам участников экспедиции, это было ужасное зрелище. Но ведь шведское правительство и Международная комиссия утверждали, что дно вокруг Эстонии чисто. Погибшие люди находятся внутри судна. И ведь именно это утверждение стало основанием для объявления парома местом массового захоронения и отказа от подъема тел пассажиров. Экспедиции Рабе и Бэмиса удалось вырезать два фрагмента металла из носовой части парома. Их анализ не дал однозначного ответа, а был ли на Эстонии взрыв. После публикации данных экспертиз миллионера Грега Бэмиса и Ют Урабе пытаются уличить в подтасовке фактов. Зачем, мол, нужно было спустя шесть лет после катастрофы спускать водолазов, брать пробы металла со дна, когда сам визир парома уже давно на суше, со всех сторон изучен экспертами и никаких следов взрыва не обнаружено. Но почему же тогда никому не нужный визир с гражданского судна находятся не в музее, а на одном из островов стокгольмских Шхер, где располагается военно-морская база и доступ туда запрещен. Если Эстония была заминирована, то кто и как мог это сделать? Доступ в эти места, где могут установить устройство или что-то делать такого, туда крайне тяжел. Все говорит о том, что действовали профессионалы. Они должны были заминировать паром, завладеть спасательным средством и спустить его на воду сразу же после взрыва, когда паром потерял скорость. Свидетели катастрофы говорят о загадочной моторной лодке, умчавшейся прочь от тонущего порога. Я лежал на плоту и тут увидел в юго-восточном направлении свет будто от маленького судна. Я решил, что это должно быть рыбаки. Но судно двигалось от нас. Это выглядело странно. Оно продолжало удаляться. Вот как может выглядеть лодка подобного типа. Это моторка 7 метров в длину. Сведения о ней сообщил комиссии эстонский член экипажа парома по имени Эльмар Сигель. Итак, два совершенно независимых источника сообщили о том, что возле парома была замечена такая моторная лодка. Кто воспользовался этим катером, неизвестно. Но в докладе комиссии указывалось, что он найден вблизи острова Хан в Финляндии. Странно, что спасательные лодки прибило к югу, к Эстонии, а эту моторку к северу, к финскому берегу. Так просто не могло произойти. Мы не знаем, связана эта история с причиной гибели Эстонии или нет. Но отсутствие внятных объяснений заставляет эту связь подозревать. Однако взрыв не единственная версия гибели парома. Существует предположение, что паром столкнулся с подводной лодкой. Свидетели вспоминают, что они слышали снизу скрижащущий металлический звук. Вдруг послышался какой-то странный звук. Я подумал, что надо связаться со справочной информацией судна. Звук доносился справа. Он был очень резкий, металлический, словно чем-то проскрежетали под нищу парома. Эстония с чем-то столкнулась. Я подозреваю, что есть связь между катастрофой и столкновением. И еще с грузом на борту парома. Что представляет из себя груз на борту любого пассажирского парома? Ничего особого. Это легковые автомобили, грузовики, автобусы, трейлеры, которые, прежде чем попасть на автомобильную палубу, проходят строгий таможенный досмотр. Спустя 10 лет после трагедии дело Эстонии неожиданно предстало в новом ракурсе, который произвел довольно жуткое впечатление. Пенсионер Ленард Хенриксон, бывший начальник таможни стокгольмского порта Фриханнен, неожиданно выступил с сенсационным признанием. В шведской телепрограмме расследования он решился наконец открыть служебную тайну. На борту пассажирского парома Эстония в Швецию доставлялся секретный военный груз. 14 сентября 1994 года Ленарта Хенриксона и его шефа вызвал начальник таможни и сказал, что в Стокгольм на пароме Эстонии прибудет автомобиль, который нельзя проверять. Он дал Хенриксону номер этой машины. Журналисты в прямом эфире провели тест, подтверждающий правдивость заявления Хенриксона. Я уговорил его позвонить своему начальству, чтобы проверить эти сведения. Согласно тому, что нам удалось выяснить, грузом было российское оборудование, которое хотело заполучить Министерство обороны Швеции. Все это было за строжайшей завесой секретности. Итак, паром прибыл в Стокгольм 14 сентября. Водителя Вольво 745, документы которого были явно фальшивыми, звали Франсом Ларсеном. К тому же, они все же заглянули в багажник машины. Там были электронные приборы явно военного назначения. Позже мы провели подробное телевизионное расследование, в результате которого выяснилось, что в это дело также было вовлечено предприятие Эриксона. Первый автомобиль был зарегистрирован на них. Ровно через 7 дней история повторилась. Новый приказ касался грузовика, прибывшего на автомобильной палубе Эстонии. Содержание коробок в кузове оказалось таким же. Следующую партию военки следовало ждать еще через неделю, 28 сентября. Но на этот раз паром до Стокгольма не дошел. Эта телепрограмма вызвала большой интерес как в Швеции, так и за ее пределами. Ведь вряд ли кто-то знал, что на борту Эстонии перевозилось военное оборудование. После этой сенсационной телепрограммы власти вынуждены были начать расследование. Правду ли, сказал таможенник. Возглавить его было поручено председателю Верховного Суда Хирчвильду. «Возможно, мы найдем что-нибудь, что прольет свет на случившееся», заявил премьер-министр Швеции Йоран Берсон. А Свен Петер Олсен, чиновник, который в 1994 году был начальником всей таможни Швеции, в радиоинтервью сообщил следующее. «10 лет назад, в 1994 году, его ведомство и Министерство обороны Швеции заключили договор, в соответствии с которым таможенники не проверяли прибывающие пассажирским паромом Эстонии машины с купленной у российской армии электроникой. Само расследование лишь подтвердило то, что говорил таможник. Но на этом все и закончилось. Можно сказать, что расследование не дало никаких новых сведений. Неясно, кто стоял за всем этим. Понятно, что Министерство обороны было причастно, об этом говорилось в итоговом заключении. Но осталось неясным, что это было за оборудование, откуда оно взялось, зачем его ввозили, каким образом во все это было вовлечено предприятие «Эриксон». Кто именно был вовлечен? Самый главный вопрос, на который должно было дать ответ это расследование, что было известно военной разведке о перевозке на борту Эстонии военных грузов в ночь катастрофы. Этот вопрос не был поставлен. Поэтому мы так и не знаем, известно ли что-то о военных грузах на борту парома в ту роковую ночь. На сегодня мы можем сказать, что знаем, такой груз в ту ночь на пароме мог быть. Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Стокгольме Наталья Грачева прислала нам копию грузового манифеста парома Эстония. Это список грузов, зарегистрированный таможней на борту судна 27 сентября 1994 года. В нем под номером 12 оказался грузовик «Скания». Водитель Гуннерс Гоббинс значился в списке погибших. В отличие от остальных грузов на автомобильной палубе Эстонии нет никаких сведений о содержимом кузова «Скания», ни о том, кому предназначался груз, откуда и куда следовало. Вероятно, это и была очередная партия секретного товара. Наталья Грачева ведет собственное расследование гибели парома Эстонии. По ее данным, в сентябре 1994 года проводилась крупномасштабная спецоперация по вывозу российской военной техники с территории Прибалтики. После признания таможенника «Хенриксен» информация неожиданно поступила совсем с другой стороны, с эстонской стороны. Полковник Урмас Роземяги, служивший в 1994 году в ПВО, сообщил корреспонденту шведской новостной программы «Рапорт», что с военных баз контрабандно вывозилась советская электроника и элементы радаров для комплексов ПВО. По словам полковника Роземяги, в 90-е годы русские развили новую технику, которая помогала идентифицировать цель и позволяла различать свой или чужой самолет на подлете. Это была высокотехнологичная аппаратура, связанная с комплексами ПВО. Получив такое оборудование, можно было самим создать систему, позволяющую незамеченными проходить защиту противника. Неосторожные слова полковника вызвали крайнее неудовольствие эстонских вооруженных сил. Буквально через несколько дней после этого я пыталась встретиться с Урмасом Роземяги. Это оказалось невозможным. Ему запретили встречаться с корреспондентами, запретили давать какие бы то ни было интервью. Теперь, в свете вновь открывшихся обстоятельств, вся официальная исследовательская активность на месте катастрофы оказывается не более чем маскировкой, прикрывающей некую спецоперацию. Цели официальной комиссии не имели ничего общего с выяснением причин трагедии. Сегодня нам также известно, что вскоре после катастрофы кто-то побывал на судне. Неизвестные опустили сходни, которые весят несколько тонн. Вручную их не откроешь. После проникновения на судно они не поленились поставить все на место. Но в докладе комиссии об этом нет ни слова. Возникает вопрос, кому понадобилось проникнуть на автомобильную палубу, с какой целью и почему они пытались это скрыть, подняв за собой специальный откидный сходник для погрузки. Это аквалангистам не под силу. Тут нужна мощная техника. Возможно, на борту оставалось что-то, что необходимо было достать. Очень мрачный эпизод в этом деле связан с русским торговцем оружием Александром Воронином, который проживал в Астонии. Жив он сейчас или нет, не знаю. Во всяком случае, он был на борту парома и занимал каюту под номером 6230. После катастрофы английские водолазы за вознаграждение в сотни тысяч крон искали в каюте Воронина его кейс и, похоже, нашли. Что случилось потом с этим кейсом? Ведь он даже не упомянут в докладе комиссии. Нет ни слова о его содержимом. Все это очень мрачно. Теперь можно предполагать, что искали военные на затонувшем пароме, пока они изображали поиски визира. Скорее всего, это был незадекларированный груз под номером 12. И так же, как и на двух предыдущих рейсах Эстонии, это была российская военная электроника. Журналисту Свену Анеру удалось выяснить, куда проследовали оба груза с парома, который пребывал в стокгольмский порт Фрихамн 14 и 20 сентября 1994 года. Мы знаем, что грузы, привезенные 14 и 20 сентября, были отправлены из Фрихамна в Орландо, но почему, неизвестно. Мы можем исходить из того, что та военная техника, которая попала на борт Эстонии 27-28 сентября 1994 года, тоже должна была следовать дальше, в Орландо, чтобы затем отправиться еще куда-то. Скандинавские специалисты предполагают, что за военными перевозками стоит KSI, самое секретное подразделение службы безопасности МАСТ, относящиеся к Министерству обороны Швеции. Известно, что KSI сотрудничала в 90-е годы с концерном Ericsson, в частности с дочерним акционерным обществом Ericsson Access, которому и принадлежали автомобили, перевозившие советскую электронику. Правда, по мнению бывшего посла Швеции в России господина Свена Хирдмана, в Прибалтике после ухода русских ничего секретного остаться не могло. Российские военные не влюблены, они, конечно, сразу же увослили в Россию самые важные объекты, то, что осталось после того, как российская армия уже ушла, по-моему, были не такие интересные объекты. Я был очень часто сам в Эстонии, знаю это дело, и там было все возможно сделать, потому что эти люди, которые военные были, там начальник чуть-чуть выше начальник, он продавал, что он имел, и был большой бизнес. В начале 90-х воровство в российской армии процветало. Продавалось все, что можно было кому-нибудь продать. Об этом не раз писали газеты. Правда, в сентябре 94-го вывод российской армии из Прибалтики был завершен, и от нее к этому времени действительно остались в основном пустые стены военных городков. Некоторые специалисты говорят о том, что к 94-му году все основные секреты военные российские из Эстонии уже были выведены, но они оставались на территории Ленинградской области. Как уже говорилось, существовала коррупция, откровенная и широко распространенная, и для нее не было границ. А в Ленинградском военном округе имелось много прекрасной современной военной техники. И если у какого-нибудь военного начальника появилось желание что-то продать, можно было использовать путь через Эстонию, затем на пароме Эстония в Швецию и дальше на Запад. К тому же границы были не такими уж непреодолимыми. Перевозка контрабандных военных материалов на пассажирском судне уже сама по себе является преступлением. Новые сведения позволяют экспертам выстроить соответствующие версии гибели парома. Многое зависит от того, кто был главным заказчиком военной контрабанды. Согласно одной из версий, Швеция таскала российские каштаны для американцев. Чем больше я наблюдал за закулисными играми вокруг парома, тем больше убеждался, что есть какая-то международная сеть, которая всем этим управляет. В какую бы страну мы не обращались по поводу Эстонии, везде происходят какие-то странности, даже в России. Я могу сказать, что происходящее финансируется большим капиталом из США. Но можно ли предположить, что диверсию на пароме организовали российские спецслужбы, и их целью было пресечь вывоз секретных военных материалов? Убить 800 человек, так что я не думаю, не верю в такую версию. После военной периоды я не помню такие примеры, когда соснатно жертвовали сотни мирных жителей для каких-то политических военных дел. Это первое. Второе. Российское руководство российского правительства в этом году, в том году, в 1994 году, были агрессивны. Нет. Это не так. появление в деле военного аспекта заставляет по-новому посмотреть и на другие загадки, связанные с гибелью парома Эстонии. Речь идет о нескольких трагедиях, случившихся уже после гибели парома. Одна из них это убийство бывшего сотрудника Таллинской таможни Игоря Криштоповича. Игорь Криштопович был заместителем директора таможенного комитета Эстонии, а до этого в советское время занимал пост начальника отдела КГБ Эстонии по борьбе с контрабандой. В 1994 году он работал в частной охранной фирме. Через три недели после гибели парома он был убит возле своего дома в Таллине на улице Лейкури. Кто-то намеренно проколол шину его автомобиля. И когда Криштопович наклонился, чтобы сменить колесо, ему выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. Существует версия, что Криштопович удалось подслушать и записать телефонный разговор капитана Эстонии Ава Андерсена с неким Юрием, из которого следовало, что паром используется в целях контрабанды. После убийства записи исчезли. Капитан Ава Андерсен, как мы уже говорили, утонул вместе с судном. Однако при официальной подводной видеосъемке капитанской рубки его тело там не было найдено. Но если связь между убийством бывшего сотрудника КГБ и гибелью парома Эстония остается на уровне гипотезы, то факты исчезновения людей, которых многие видели в числе спасенных, более чем реальны. Так, при спасении людей с парома были счастливо найдены, но потом таинственно исчезли 12 человек. Это совершенно невероятная история, потому что когда судно идет ко дну, то сперва кажется, что некоторые люди пропали без вести, но потом их находят, их спасает какое-то другое судно. Здесь же все было наоборот. Сперва их спасли, потом они куда-то исчезли. Примечательно, что все эти 12 человек были членами команды парома Эстонии. Наиболее крупная фигура в этом списке сменный капитан парома Ава Пихт. Первое сообщение о спасении Пихта поступило от летчика спасательного вертолета, который дал утром 28 сентября интервью эстонскому радио. На следующий день о спасении Пихта написали шведские газеты. 30 сентября было сообщено, что Пихт дал показания комиссии по расследованию причин катастрофы, а после этого его никто не видел. 7 октября эстонская полиция объявила Пихта о спасении Пихта было ошибочным. Однако многие из тех, кто знал Пихта, видели его среди спасенных. Его опознали в телевизионных утренних новостях. Ава Пихта я сам видел по телевидению, но об этом никто не хочет услышать. У меня есть один фильм, где показывается Ава Пихта, как его привезли сюда в Швецию. Но этот фильм я дал в Таллинн. Я не знаю, где этот фильм, но этот фильм должен где-то быть. И то, что человек спасся, это факт, но теперь о нем ничего не слышно. Капитан Эрих Мойк прекрасно знал Ава Пихта. Они вместе учились в Ленинграде. Господин Мойк, в отличие от своих коллег, не видел утренних новостей, где промелькнуло лицо спасшегося Пихта. А уже в следующих новостных выпусках этого эпизода не было. Мы смотрели все, вот после этого кадра при... Ну, не пришло. Кадра, которые они видели. Вот это при мне уже случилось. При сборе материала к фильму мы нашли эти вырезанные кадры и решили показать их господину Мойку. вот этот кадр. Это его. В этом кадре он видел, что там снимается, он специально еще наклонился и смотрел в самую ближнюю камеру, чтобы его заметили. аналогичные движения он делал, как мне говорили вот эти люди, которые видели его в день гибели в Эстонии в том кадре, аналогичные движения он делал тогда и выходя с этого машины скорой помощи на берег после спасения. точно он еще посмотрел специально было движение это врач обратил внимание на это дело что это чисто движение капитана пихта когда он хочет на себя обратить внимание. Жена капитана пихта госпожа Сирье пихта до сих пор верит, что ее муж жив. Сейчас она фактически представитель родственников тех, кто спасся и затем исчез. Она написала письмо шведскому премьер-министру Йорану Персону, где просит его расследовать что же произошло с этими дважды пропавшими людьми. И она называет восемь имен. Читаю их. Ава Пихт, Виктор Богданов, Хайм Аркикас, Агурт Аргама, Финна Мюр, Лембет Лейгер, Хан Али Вайда, Ханка Ханника Вайда. Последние две сестры-близнецы профессиональные танцовщицы. Они работали на борту. Не последовало никакого ответа ни на это, ни на другие письма. Почему исчезли эти люди? Если паром использовался в целях военной контрабанды, члены экипажа могли вольно или невольно в ней участвовать, либо что-то о ней знать. А уж сменный капитан наверняка был лицом осведомлен. Так это или нет, но что-то страшное настигло спасенных членов команды уже на берегу. Мы не знаем, что с ними стало. Однако Свену Анеро удалось получить сведения отчасти проливающие свет на эту загадку. В этих документах, которые мне показал пресс-секретарь стокгольмского аэропорта Орландо Ян Линквист говорилось о двух самолетах, которые прилетели накануне трагедии. Самолеты были без пассажиров. Когда же они улетали, у них было 9 пассажиров на борту и таможенного и паспортного контроля они не проходили. Самое оптимистичное предположение, что на этих людей была распространена программа защиты свидетелей и они где-то проживают под чужими именами. Дай бог, чтобы они были живы. Но капитан Эрих Мойко не столь оптимистичен. Он давно нашел бы способ, как связаться. Он нашел бы этот способ. Но он же не делал бы, он же не связался, не связывался ни с кем абсолютно. Абсолютно ни с кем. То есть это уже говорит о том, что его нет. Многое прояснить мог бы подъем парома. Операция это, конечно, непростая, но реальная. Эстония лежит на глубине 80 метров. Русские несколько лет назад подняли более сложный корабль, подлод Кукурск. Это было намного сложнее. Если не будет независимого расследования, я боюсь, что правда никогда не будет установлен. Нельзя позволить замять это дело, не выяснив, почему все это произошло. Надо разобраться, кто в этом виноват, кто угрожает нашему обществу, основанному на демократии и главенстве закона. Это кладбище города Усала. Трагедия Эстонии унесла свыше 56 его жителей. Вот эти имена. Их немного скрывает растительность. А здесь имя моей жены. Но это символическое захоронение. Местом их реального упокоения стало морское дно и корпус парома. Братская могила, которой нельзя преклонить колено и возложить цветы. Жена сказала мне, что через три дня она приедет обратно. Три дня она сделала мне готовое кушание. И через три дня, конечно, ее не было. ее слова я никогда не сбуду и что я ее никогда больше не увижу. И прежде всего мы естественно хотим похоронить наших близких. Мы считаем, шведское правительство предало своих граждан, когда было принято решение не поднимать тела наших родных. Для нейтральной Швеции, почти 200 лет не знающей, что такое война, потеря нескольких сотен своих граждан национальное бедствие. Но трагедия парома Эстония принесла боль и горе в семье на всех континентах нашей планеты. Здесь, на стенах стокгольмского мемориала памяти погибших на Балтике в ночь на 28 сентября 1994 года, немало имен и наших соотечественников. Родные погибших пишут им письма и кладут эти листики бумаги к скорбным стенам мемориала. А ветер сносит письма в море. Дорогая доченька, уже 11 лет, как ты уехала. Милая моя доченька, родная моя девочка, все время я думаю, как тебе холодно, и все время хочу укрыть тебя потеплее. Но ответа нет от тебя. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok